дорогие друзья я рада вас всех приветствовать давайте сегодня просканируем наших партнеров посмотрим их мысли в отношении вас чувства намерения и действия у нас будет три позиции 1 2 3 тайм-код будет указан в описании под видео выбирайте свою позицию пожалуйста можно все три можно троих человек загадать кому нужно ставьте на паузу и начиная с первого варианта давайте будем смотреть давайте будем сканировать нашего партнера первого итак сначала посмотрим каково его отношение к вам в общем и целом честно говоря есть у него к вам претензии есть у него к вам вопросики либо же здесь кто-то даже может в ссоре находиться потому что карта метла она в первую очередь символизирует те претензии которые накопились у человека по отношению к вам и у кого-то они даже сумели вылиться в ссору но карта метла несет не только негативное значение не только символизирует те самые претензии и ссоры метла призвана расчистить пространство и если эти претензии будут выражены грамотным образом и приняты вами весьма объективно то можно будет действительно расчистить вот это пространство между вами и сделать ваши отношения лучше тем более что карта звезда говорит о том что он надеется на лучшее он надеется на то что все будет хорошо строит планы но карта всадник она как правило указывает на то что человек в приоритет ставит работу карьеру какие-то свои дела живет по принципу что вот первым делом самолета ну а девочки потом кстати здесь и претензии то могут быть связаны с тем что вы вот эту вот его такую вот стремящуюся вперед позицию не всегда принимаете но он надеется на то что вы его поймете и примите вот его такое отношение ко всему происходящему к вам думает в первую очередь о себе карты солнышко с одной стороны это положительная карта которая указывает на то что есть у него надежда на то что все сложится но также эта карта такого знаете вот здорового эгоизма когда на первое место он ставит себя и свои потребности и очень хочет чтобы вы вот эту вот его позицию все-таки поняли и приняли эти посмотрим мысли о чем он думает сейчас мысли двойка кубков карта союза карта гармонии и примирение воссоединение те кто все-таки дошли до ссоры человек думает о примирении те у кого до 40 еще вы не дошли он надеется найти с вами компромиссы потому что есть осознание есть понимание того что чувства взаимные и вместе вам хорошо и действительно хочется идти друг другу на встречу с открытым сердцем боится переживает тревожиться ждет он понимает что ту ситуацию которая сложилась между вами и нельзя надолго затягивать поэтому здесь вот важно соблюсти такую золотую середину с одной стороны не торопиться с другой стороны не передержать не пересидеть и опять же все сводится к тому что у человека в приоритете ну карта всадник рыцарь жезлов это карьера это движение вперед это успех это такие вот планы которые он себе сам строит но при этом ему важно и вашу поддержку иметь здесь вот именно по принципу первым делом самолеты ну а девочки потом но он очень надеется что его девочка да то что вы его поймете и примите его позицию что касается чувствовать посмотрим чувство к вам чувство к вам люди чувства шестерка кубков те кто в ссоре вспоминает моменты нежности и очень большое значение для него имеет все то что было между вами ранее вот то что когда-то когда-то взяло вот это вот начало она для него очень важно сейчас сегодня и будет важно завтра и хочет он это в завтрашний день пронести скучает скучает без вас ему плохо тоскливо он понимает что он без вас вот прям как собачка на луну воет ему сейчас вот знаете не до того чтобы вот прям активно погружаться в ту самую романтику но чувство у него к вам безусловно есть здесь и страсть здесь и нежность просто но опять же такая ситуация когда он в приоритет ставит работу и дела но это вовсе не значит что вы ему безразличны он вас любит любит на расстоянии любит находясь на работе но любит очень нежно и вы всегда в его сердце он всегда вас помнит он всегда вас вспоминает давайте посмотрим что намерен делать что намерен делать ой это башня у большинства здесь человек намерен взять такую вот некую паузу причем это пауза она будет совершенно неожиданной совершенно прямо знаете как вот именно как гром среди ясного неба причем эту паузу он будет использовать как давление ему важно именно на вас надавить и вот этим давлением слушайте какой интересный товарищ здесь прям вот карьерист прям отъявленный карьерист почему у него такая позиция то он считает что нужно действительно суметь с вами договориться но приходить договариваться к вам нужно с чем-то таким от чего вы не сможете отказаться и скорее всего здесь на него повлияла женская фигура которая с ним связана вот именно работой вот это вот жезловая королева здесь скорее вот именно коллега сотрудница возможно начальница женщина которая имеет власть и он попал сейчас вот под ее влияние он понимает что сейчас если он поставит приоритет ваши отношения то все что связано с работой карьерой у него пойдет под откос поэтому ему сейчас важно поставить приоритет именно работу и это скорее под влиянием вот той коллеги но в дальнейшем он уверен в том что все между вами продолжится поэтому вот эти вот намерения которые он строит на то что пауза пауза как удар пауза для того чтобы лишний раз вас перевоспитать на вас надавить на это не стоит обращать внимание здесь надеется он все-таки на то что все вырулится к лучшему а что делать будет все таки тоже делать будет будет весьма холоден здесь на самом деле и в мыслях то их чувствах очень теплые карты но ввиду того что на первое место он действительно ставит работу карьеру и собственные дела до работа здесь он будет именно работать и по отношению к вам ближайшее время он будет весьма холоден но повторюсь это не потому что он холоден это не потому что он не хочет не любит а потому что на первом месте он ну можно сказать женат на своей работе на первое место он ставит вот именно работу и дела поэтому собственно будет вести себя весьма холодно и расстраивать огорчать вас будет а в дальнейшем то все наладится Потому что, в принципе, это действительно все должно наладиться. Давайте посмотрим, наладится. После того, как дела рабочие решит. Да, конечно, все наладится. Десятка пентаплей. Здесь сколько бы вы... Ну, здесь финансы для него огромное значение имеют. Работа огромное значение имеет. Здесь для того, чтобы не совершать таких ошибок, нужно их сначала совершить. Здесь на этих ошибках вы будете учиться. Сначала наломаете дров, а потом все будете восстанавливать. Поэтому все здесь обязательно наладится. Но с похожими ситуациями вы еще столкнетесь и, возможно, не раз. Но сколько вы будете ссориться, столько же вы и мириться будете. Ни одна ваша ссора не останется без примирения. Вот такая первая позиция у нас. Благодарю за просмотр единички. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Вот такая первая позиция у нас. Давайте теперь к двоечкам перейдем. Вторая позиция. Сканируем вашего партнера двоечки. Отношение его к вам в общем и целом. Хитрец. Хитрый. Не до конца искренен по отношению к вам. Но вы ему необходимы. Он вами вдохновляется. Хитрец. 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 Упрямый. Хитрец. Целеустремленный. Упрямый. Будет делать то, что ему выгодно. Будет делать то, что ему нужно. Что думает о вас? В смысле? Что думает о вас? Ой, ну вы ему прям вот по судьбе. Вот вы в его жизни не случайно. И он волен делать все, что он хочет. Вот у вас то хорошо, то плохо. То вперед, то назад. Но он всегда уверен в своих силах. Он всегда считает, что он может делать то, что он хочет. Значит, вас очень ценит, вами дорожит. Вы императрица. Вы самая красивая, самая лучшая, самая добрая. Вы его награда. Здесь у многих еще, знаете, могут отыграться треугольные отношения. Либо когда он в браке, либо когда вы чужая жена. Но тем не менее, вы для него очень важны и значимы. Вот прям, знаете, три старших аркана, колесо фортуны, маг-императрица. Это, знаете, во-первых, осознание вашей значимости в своей жизни. Во-вторых, понимание того, что я все равно буду делать так, как мне нужно, так, как мне выгодно. И в этом и заключается его хитрость, его вот эта вот лисья натура. А что чувствует по отношению к вам? Чувства. Чувства есть, но он с ними активно борется. Он понимает, что ему нельзя терять голову. Ему нельзя в вас влюбляться. И здесь он руководствуется именно разумом, а не чувствами. Он просто боится. Он просто боится в вас влюбиться. Он ходит по краю. Он вами восхищается. Он вами вдохновляется. Он видит все ваши вот просто прелести и превосходства. Но, во-первых, здесь действительно пятерка жезлов – это карта соперничества. Здесь третий лиц, да, либо с его стороны, супруга, либо то, что вы не свободны, накладывает определенный отпечаток. Он понимает, что ему нельзя влюбляться. Он понимает, что он должен быть холоден. Он понимает, что он должен вести себя очень сдержанно. А что внутри, вот если бы дать волю чувствам, что внутри у него? Что внутри, если бы дать волю чувствам? Ну, здесь чувство, когда вот именно палка о двух концах. То ли стакан наполовину пуст, то ли стакан наполовину полон. Вот все ваши достоинства он видит, но очень много нот. Вот здесь, знаете как, на почве того, что в первую очередь вы ему стали добрым другом, он в первую очередь друга в вас увидел. А вот эта почва дружбы, она положила начало, да, как это правильно сказать, росточек дала тем эмоциям, которые могут произрастать, которые могут разрастаться во что-то более серьезное. Ну да, шестерка кубков. Здесь такой момент, когда вот что-то, что между вами давным-давно случилось, да, момент, когда он увидел в вас именно друга, человека, которому он может доверять, которому может восхищаться, вдохновляться. Вот этот момент он бережет в своем сердце и понимает, что влюбляться, ну, никак нельзя. Вот терять голову нельзя, иначе он проиграет. Но вот эти дружеские эмоции, они, если будут подпитываться им вашей такой теплой атмосферой, то это может вырасти в настоящую любовь. Но он сейчас этому чувству очень сопротивляется, он очень борется. А что намерен делать? Намерен делать что? Работать. Ну, и здесь может быть такое, что вы действительно работы связаны, и работать он хочет. Либо же работать хочет, имею в виду, вместе. Либо же здесь такая ситуация, когда нужно загладить свою вину, исправить какие-то свои ошибки, и он будет действительно стараться и вкладываться в ваши отношения, чтобы эти ошибки исправить, чтобы свою вину загладить. Но будет делать это как будто издалека, на безопасном расстоянии. Будет стараться выразить свое теплое отношение к вам. Будет стараться дать вам понять, что у него очень теплые и добрые эмоции к вам. Здесь вот именно, вот сейчас намерение действительно выразить любовь, выразить чувства. Хотя сердце для любви, он понимает, что ему открывать нельзя. А что же будет делать все-таки? Что будет делать? Он будет показывать вам то, что между вами полное, абсолютное взаимопонимание. Он будет показывать то, что вы ему можете доверять. То, что ваши отношения имеют такую прочную структуру. Он будет стараться делать все для того, чтобы вам угодить. Чтобы вы сумели насладиться тем, что есть между вами. Но, опять же, будет делать это с безопасной позиции, с безопасного расстояния. Потому что, смотрите, десятка кубков и четверка жезлов – это еще и карты, указывающие на либо семью, либо на стабильные отношения другие. Поэтому ему важно сделать все таким образом, чтобы вот стабильные отношения ваши ли, его ли, не пострадали. Но вам он будет стараться дать понять, что между вами и взаимопонимание, и доверие, и гармония, и какая-никакая стабильность. И чтобы вы с удовольствием насладились его вниманием, чтобы вы насладились его обществом. Но здесь без какого-либо продолжения. Без какого-либо продолжения. Да, здесь вот именно карты мир – это, как знаете, безопасные границы. Между вами ничего стабильного не будет. Двойка Пентакли – это, знаете, то туда, то сюда. Вот состояние неких таких качелей. И рано или поздно, ну, во всяком случае, он считает, что ваши отношения, они должны будут либо прекратиться, либо трансформироваться во что-то такое безопасное для вас обоих. Но он не хотел бы вас терять. Он бы хотел вас оставить в своем окружении в качестве близкого человека, в качестве друга, которым он всегда может вдохновляться, которому он всегда может доверять, ну, и которого всегда он может возжелать. Ну, опять же, с учетом того, чтобы не доставляло это проблем ни ему, ни вам, чтобы было все, ну, давайте скажем, безобидно. Вот такая вторая позиция у нас получилась. Вот такой у нас расклад для двоечек. Благодарю двоечек за просмотр. Всем буду благодарна за обратную связь. И давайте идем к нашей третьей позиции. Троечки сканируем вашего партнера. Общее отношение его к вам, отношение его к вам в общем и целом. Троечки. Тепло очень относится к вам. Радость, счастье. Готов решать все абсолютные ваши проблемы, ваши вопросы, абсолютно все вопросы, которые между вами накопились. Очень нежно к вам относится. Честен, искренен. Вот прям, знаете, готов беречь вас, холить и лелеять. Потому что он понимает, что благодаря вам он получает как ключ к воротам счастливой жизни. Да, карта сад это вот какое-то такое благоприятное, новое начало. Это благоприятная атмосфера, которой он может наслаждаться. У вас могут быть совместные проекты, в которых вы ему принесете счастье и успех. У вас могут быть совместные планы на жизнь, в которых, опять же, ему будет хорошо, именно потому что вы рядом с ним. Очень тепло, очень искренне к вам относится. Готов решать все проблемы, которые сейчас вот назрели и требуют этого решения. И считает просто, ну вот, ну все у него с вами будет хорошо. Единственный момент, может медлить. Карты лилии это символ неспешности. Обычно люди по лилии не торопятся, да, здесь как улиточки. То есть достаточно неспешно. Не то, что затягивают, а хотят все сделать вот основательно и красиво, гармонично. Что касается мыслей его о вас. Мысли. Он принял решение относительно того, что нужно ваше отношение на новый уровень уже выводить. И все в его руках. Ой, ну вообще, что с пентаклей. Он может ждать, вот почему медлит, потому что ждет удачного шанса. Для кого-то это заработок. Для кого-то это просто вот финансовые вопросы, решение финансовых вопросов. Но он для себя уже все решил. Он считает, что вам нужно идти дальше. У кого-то это вопросы, связанные с поездкой, переездом. У кого-то вопросы, связанные с наступлением беременности. У кого-то связанные с выходом отношений на новый уровень. У кого-то с тем, чтобы познакомить вас с его окружением. Все в его руках. Все будет так, как он захочет. И он ждет вот этих вот шансов удачных. Ну посмотрите, десятка кубков. Для того, чтобы вот именно укрепить ваши отношения и формат семьи их возвести. Ну третья позиция. Здесь даже, наверное, слова дальнейшие и излишние. Здесь можно дальше больше даже ничего не смотреть. Ну давайте чувства. Чувства его к вам. Четверка Пентаклии. Жадный на чувства. Не привык он свои эмоции проявлять, но вас терять ни в коем случае не хочет. Здесь больше, знаете, как чувства проявлять через заботу. Такое ощущение, что очень мало говорит о своих чувствах. Очень мало их транслирует, но терять вас не хочет. И поэтому вот заботится. Смерть. У него сейчас как некая такая вот переоценка ценности идет. Но здесь, знаете как, здесь больше связанное с его внутренними качествами, когда он просто не умеет, не умеет выражать эти эмоции, да, не умеет говорить о любви. Вот здесь больше так. И поэтому он считает, что самым лучшим выражением его любви будет как раз таки забота. Потому что вы для него та самая императрица, та самая любимая, единственная, желанная, самая-самая лучшая. Что касается намерений. Намерения. Восьмерка жезлов. Поехать, приехать, достичь цели, сообщить важную информацию, двигаться вперед. Вот тройка жезлов, это открытые дороги. Между вами выстроен такой фундамент уже, да, то есть такое основание, такой базис заложен, опираясь на который можно и нужно двигаться дальше. Вот именно к совместным целям и к стабильности. Но здесь, знаете, опять же, ну, карты лилии, четверка мечей, это символ медлительности. Здесь могут происходить некие такие зависания, вроде двигаемся, двигаемся, потом зависли, затормозили. Почему? Потому что есть страхи, он может переживать и вот брать некие такие паузы, тайм-ауты для того, чтобы вот прийти в состояние ресурсности. Не так, чтобы вот из последних сил двигаться дальше, а устал, там деньги закончились, силы закончились, уверенность закончилась. Я подожду, я подожду такого состояния, когда я буду в ресурсе, и потом мы продолжим наш путь. Но здесь именно движение к стабильности, вперед, вот к намеченным целям. Ну, цели здесь про семью, цели здесь про серьезность. А что по действиям? Что в действиях у него? Мечей. Мечей. Но здесь все сводится все равно. Десятка пентаклей – это карта семьи. Но здесь, смотрите, он действительно, он будет… Во-первых, у многих может отыграться такое, что он собирается сейчас пока в поездку, да, в какую-то. И потом, после этой поездки, он планирует реализацию планов. А для большинства здесь такая ситуация, что вопрос движения вперед, он связан с деньгами. И поэтому до тех пор, пока у него не будет уверенности в своей финансовой стабильности, он будет пока, ну, грубо говоря, избегать каких-то серьезных шагов и действий. Он будет брать паузу, он будет там готовиться, он будет топтаться на месте. Он утомит, уморит вас вот этим вот ожиданием. Но, тем не менее, здесь то, что когда-то давно между вами началось, оно продолжится. И продолжится удачно, успешно, благополучно. Здесь одним из факторов, который является тормозящим, может являться его родственница, как вариант мать. Мама может, ну, дай бог ей здоровья, да, конечно, может приболеть, может требовать своей заботы. И в тот момент, когда он заботится о своей семье, о своих домашних, он просто немножечко, ну, грубо говоря, выпадает из активного достижения тех целей и планов, которые он строит в отношении вас. Здесь важно вот с этой его родственницей не поругаться, потому что на самом деле она там имеет вес, имеет силу, ее слово имеет силу. Вам важно всегда находить с ним компромисс, всегда его поддерживать, потому что он для себя уже четко все решил в отношении вас, что все будет хорошо. Но вот эта медлительность, ну, она ему свойственна, она ему присуща. И здесь важно посмотреть на ситуацию с той позиции, когда стакан не наполовину пуст, а наполовину полон. Увидеть здесь плюсы и понять, что человек по-настоящему вас любит. Если он лишний раз об этом вам не сказал, важно просто смотреть на его поступки, на его заботу, потому что на самом деле у троечек здесь все хорошо и будет еще лучше. Ну, вот с некоторыми такими нюансами, ну, с нюансами куда же без них всегда. Нюансы мы учитываем. Вот такой получился у нас прогноз для троечек. Вот такие у нас прогнозы для всех уважаемых наших зрителей. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео. До встречи субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...